В городе Ейск Краснодарского края в конце минувшего года состоялся шестой фестиваль-конкурс любительских и профессиональных фильмов «Молодой киновек». Христианская студия «Кавказ-ТВ» – сотрудники ТБН отличились на нем особо. Подробности в репортаже Виолетты Рыжковой. Делать добро во все века Библия призывала христиан не зря, чтобы люди, видя ваши добрые дела, славили Отца Вашего Небесного. Новороссийская медиа-студия «Кавказ-ТВ» была основана в 2006 году именно с этой целью – нести народу вечные ценности. Документальный фильм «Свет моей мечты», снятый этой студией в 2008 году, совершенно неожиданно для его создателей получил диплом второй степени в номинации «Лучший телевизионный фильм» на кинофестивале «Молодой киновек», проходивший в городе Ейск. Считаю, что это очень благословенная тема, тема, которая парня-инвалиде, который смог, несмотря ни на что, просто стать личностью, не просто личностью, а личностью, которая действительно увлекала и могла помогать другим людям. Этот человек, Константин Кефалиди, мне было очень приятно и очень больно, и в то же самое время радостно, потому что трагическая судьба, его сегодня нет, работать с этой темой. Я считаю эту победу не своей победой, а, во-первых, победой Бога, я человек верующий. Во-вторых, заслугой моего мужа, который был для меня и продюсером, и режиссером, и всем-всем. То есть, действительно, то, как он мне помог, ну и моим друзьям, конечно же. Сам фестиваль организаторы приурочили к 65-летию Победы, связав также с 85-летием со дня рождения киноактрисы Нонны Мордюковой и 90-летием Сергея Бондарчука, выдающегося режиссера и киноактера, жизнетворческая судьба которых связана с Кубанью. Сейчас мы видим очень интересные работы, с каждым годом они становятся как бы все лучше и лучше. В каком смысле? Во-первых, перестали приходить фильмы ни о чем. То, знаете, вот взял камеру и какакын, что вижу, то и снимаю. Вот, таких фильмов становится все меньше и меньше. И вот работы, посвященные 63-й Победы, они как бы выявили гражданскую позицию молодых авторов. На фестивале в 10 номинациях были предоставлены работы кино и телевидения, а также музыкальные видеоклипы. Одна из работ была совсем необычной. Пластилиновый мультфильм «Колобок» удивил всех присутствующих тем, что его режиссером-постановщиком оказалась маленькая девочка. Такое событие на кинофестивале впервые, говорят организаторы молодого киновека. Ну, снимать мне помогали взрослые, они показали мне, как делать, и я дальше продолжала. Лепила я по книжке, там были зайцы, лисы, а «Колобка» я сама спела просто. Участвовать в социальных программах подобного рода директор христианской студии «Кавказ-ТВ» режиссер-продюсер Аркадий Лебедев почитает за честь. Мы не думали, что он будет где-то на фестивалях участвовать. У нас была просто цель, ну, как бы, снять о человеке, который, ну, слепой, но у него была большая вера, что он сможет, что он достигнет. Вот, и он достиг максимума в своей жизни, и мы вот хотели это показать, чтобы это был большой пример для всех людей, и, в первую очередь, для верующих. Документальный фильм «Свет моей мечты» о судьбе слепого мальчика Константина Кифалиди из Гленджика, мужеству которого можно позавидовать, теперь будет показан на различных каналах нашего отечественного телевидения, вдохновляя на любовь к жизни и стойкость в испытаниях зрителей. А студия «Кавказ-ТВ» будет работать над новыми, полезными нашему обществу проектами. Виолетта Рыжкова, Аркадий Лебедев, студия «Протестант» для телеслужбы «Благих новостей». Наш следующий репортаж из столицы Бурятии. Здесь прошло обсуждение, посвященное правовому регулированию жизни церкви. Органы государственной власти Республики Бурятия совместно с евангельскими церквями провели круглый стол. Темой заседания стало правовое регулирование деятельности религиозных объединений. В здании Пресвятырианской церкви города Улан-Удэ руководители и священнослужители 14 различных религиозных объединений смогли напрямую задать вопросы общего и непосредственного характера представителям государственной власти. Идея проведения подобного круглого стола возникла в Москве на семинаре, проводимом Славянским правовым центром «Юридическое религиоведение». И я увидела, что опыт взаимодействия церкви с государственными органами фактически отсутствует. И в нашей республике особо благоприятная сложилась обстановка, что мы имеем сотрудничество, имеем связи, контакты, мы имеем взаимодействие с различными органами государственной власти. Но хотелось бы дальше развивать подобного рода встречи, чтобы церкви работали на более высоком юридическом уровне. Участниками круглого стола стали представители Министерства юстиции, налоговой службы, Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии России по Республике Бурятия. От Управления Федеральной миграционной службы выступил Кунейкин Сергей Анатольевич. Я думаю, что всем иностранным гражданам и всем принимающим сторонам, не только церквям, желательно рекомендуется знать все хотя бы эти основы миграционного законодательства, которые бы позволили здесь иностранным гражданам пребывать законно и не оглядываться, стоит ли у него же там поставленный миграционный счет или нет. Как признался один из выступающих, проведение круглого стола дает возможность лучше понимать, с какими проблемами сталкиваются заявители. В ходе обсуждения возникли вопросы, на которые стоит обратить внимание, так что можно сказать, это взаимная польза. Алексей Бондаренко, Дарима Айржанаева, специально для телеканала «Благих новостей». Народные депутаты Украины планируют отменить закон о защите общественной морали, внеся взамен в него ряд поправок в другие законы. И со вступлением в действие этих изменений закон о защите морали утратит силу. Как отмечается в пояснительной записке, исходя из практики применения норм закона, эффективных изменений в этой сфере не произошло. А кроме того, эксперты Совета Европы отмечали, что этот закон не отвечает европейским стандартам. На этом наш выпуск завершен. До новых встреч и будьте в курсе событий. Субтитры создавал DimaTorzok